И снова здравствуйте! В эфире программа «Что если?» И вопрос звучит так. Что если бы шести дней было мало? А с нами сегодня в эфире эксперт, священнослужитель Владимир Ракадьевич Крупский. Здравствуйте, Владимир Ракадьевич! Здравствуй! У меня к вам необычный такой вопрос. Что для вас значит ваше день рождения? О, интересный вопрос. Да. До 40 лет это значило одно, после 40 лет это значит совсем другое. Было время, когда ты день рождения очень ожидаешь, и наступает время, когда ты хочешь, чтобы они медленнее шли эти годы. Правда? Да. Вообще-то день, когда ты немножко больше задумываешься о себе. Что произошло с тобой в течение этого года? Насколько ты стал взрослее? Насколько ты стал человеком не только знающим, а человеком, который опытным стал в этой жизни? Вот так проходит для меня день рождения. Ну и, конечно же, это общение моей семьи, моих друзей. О подарочке. Кто не любит подарки-то? Да, это тоже часть нашей жизни. Да. Спасибо большое, Владимир Ракадьевич. Я сейчас хочу обозначить три правила в нашей студии, в нашей программе. Первое правило, что вы должны объяснить мне доступно и понятно. Второе, объясните это за три минуты. А третье, что в нашей студии звучит как один вопрос, так и один ответ. Хорошо. И сейчас, дорогие зрители, повторюсь в свой вопрос, что если бы шести дней было мало. Владимир Ракадьевич, вы будете готовы? Я ставлю таймер, и мы будем начинать. Ставь таймер. Тогда запускаю. Вопрос звучит в контексте творения. Что если бы шести дней творения было мало? Ну, можно самый простой ответ дать. Ну, седьмой день был бы, и он был, и он есть седьмой день. Хотя мы считаем, что как бы дни творения, активного творения, это шесть дней, потому что седьмой день – это день покоя, это суббота, это шаббат. Ну, если говорить о Боге, о Творце, который создавал все, если бы шести дней было мало, ну, наверное, нужно сказать, что его вся вечность. Пророк Исаия в 9 главе, когда он пишет о Иисусе Христе, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник Бог, крепкий отец вечности». Я вот на этом хотел бы как бы обратить внимание. Он – отец вечности, то есть вечность вся в его руках. Поэтому для Бога не было бы проблем и нет проблем, сколько по времени, потому что вечность – это не миллион лет и даже не миллиард лет. Вечность – это совсем другое состояние, в котором в течение времени как таковое вообще прекращается. Это как нулевая точка. Ну, это другой вопрос. Но если это вопрос в отношении Бога в плане творения, у Бога нет проблемы с днями творения, потому что Его творение не связано напрямую со временем. В Псалме 33 мы находим слова такие, «Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их, ибо Он сказал и сделалось». Там еще есть такие слова. «Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». То есть процесс творения для Бога – это не эволюция, это творение, это творение из небытия в бытие, вызвать из небытия в бытие. И это происходило мгновенно, словом Господа. Как слово сказали, да, это, конечно, тоже время, но для Бога это не то, что для нас людей, что мы определяли. Но дни были определены для нас людей, потому что для нас это имеет значение. И даже ритм, тот, который Бог предложил, шесть дней работы, седьмой день, отдых, это особый, благословенный, благотворный для человеческого организма ритм. Это второе. Третье, она решается путем, да, она, вопрос творения, Божьего творения, он забирает у нас неверие, или решается путем ухода от состояния неверия, от близкого знакомства с Богом. Ио в 22 главе говорит, сблися же с Ним и будешь спокоен, он через это придет к тебе добро. Сближение с Богом, оно забирает нас, неуверенность в нашем Боге. И третье, она решается путем глубокого познания Бога. Знаем также, пишет в 1 послании Иоанн, 5 глава, 20 стих, что Сын Божий пришел дать нам свет, разум, да познаем его. Вот так решаются вопросы нашей уверенности в Божьем творении. Спасибо, Владимир Аркадьевич. Я почти вложился. Да, ну, 10 секунд, 5 секунд не считается. Владимир Аркадьевич, хочу подвести тогда итог, что я думаю, что Бог не зря поставил 6 дней, Он подсчитал, и Вы сказали, что все способствует тому, чтобы так было. Думаю, у каждого же есть наша книга жизни, и то, как Бог распределил эти дни, для нас они и отведены, и для нас это удобно. И для ежедневного, вот этого недельного цикла это тоже очень важно. Да. Как бы люди не старались что-то изменить, они обнаружат, люди обнаруживают, что так хуже, как мы предлагаем, так как Бог предложил, так лучше. Бог всегда творит что-то идеальное. Спасибо большое, Владимир Аркадьевич, что вы были сегодня с нами. Необычная тема довольно-таки, насущная. Будем ждать вас в следующих программах. Дорогие зрители, спасибо, что вы были сегодня с нами. Хочу попросить вас присылать свои вопросы. Также можете задавать их экспертам, что-то о них узнавать интересное. А мы будем вас ждать в следующей программе. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова